Одно из самых масштабных событий этих выходных – всероссийская акция «Ночь музеев». Она пройдет Международный день музеев в субботу 18 мая. В этот вечер совершенно бесплатно. Можно побывать сразу на нескольких площадках. О том, что нового приготовили организаторы в этом году, знаем у гостей в студии. Сегодня это специалист Управления культуры области Юлия Сайкова и директор Белгородского художественного музея Татьяна Лукьянова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, всегда было интересно. Вам получается побывать на акции «Ночь музеев»? Походить, посмотреть? Или организация только нет времени? Пожалуй, я тогда начну отвечать на вопрос. Конечно, Управление культуры Белгородской области является главным организатором и координатором проведения акции на территории региона. Специалисты Управления культуры не ведут мероприятия, поэтому у нас есть возможность посетить самые разные площадки города Белгорода. Мы стараемся посетить как можно больше музеев, как можно больше разных мероприятий для того, чтобы оценить изнутри проделанную нами работу. Для того, чтобы понять, что получилось или что, может быть, стоит поменять в следующий раз. То есть вы контролируете весь процесс и потом какие-то выводы делаете? Мы, по сути, являемся участниками, конечно, мероприятий, которые проводятся. Татьяна, я знаю, что в субботу у вас в художественном музее будет точно аншлаг. Давайте вспомним, примерно во сколько в прошлом году уходил последний посетитель? Во сколько музей закрывался? Каждый год устанавливается разный режим работы. Всегда мы своих посетителей заранее информируем, по какому режиму мы будем работать. В прошлом году мы работали до 12 ночи. И где-то в этом же районе провожали последнего посетителя. Но это был не самый поздний час, когда мы прощались, потому что у нас были годы, когда мы работали до 2 часов ночи. И поэтому в 2 часа ночи посетители еще к нам идут. Их меньше по сравнению с 9 часами вечера, с 10, но тем не менее они есть. Ну вот в 2 часа ночи люди все равно идут смотреть искусство. Это очень радует на самом деле. Ну вот как готовятся площадки в городах и районах, мы немножко уже посмотрели. И у нас есть сюжет Марк Борисов. Целую картинку событий собрал и интересных фактов о том, как Ночь музеев пройдет в Старомосколе и Губкине. Давайте посмотрим сюжет. Лаборатория естественных наук, фотостушка, лаборатория технических наук. Это неполный список того, чем Староскольский краеведческий музей удивит горожан 18 мая в Ночь музеев. А насколько они готовы, давайте проверим. Тема Ночь музеев в этом году элементы и посвящена 150-летию таблицы Менделеева. Для посетителей сделают 4 интерактивные лаборатории, 2 из которых ознакомят посетителей с естественными науками. В этих залах у нас пройдет лаборатория, которая называется «Элементы природы». То есть мы расскажем посетителям об элементах природы в интерактивной форме, в форме различных викторин. И также у нас будет интересный мастер-класс, после чего люди смогут итог этот забрать домой. Эта фотография сделана одним из староскольцев в Танзании. По крайней мере, как утверждает сам автор, к сожалению, имя его мы не знаем, он анонимно принес фотографии для фотосушки, которые будут проходить в Староскольском краеведческом музее. Друзья, и у всех у вас есть возможность принести фотографии и выставить их на всеобщее обозрение в эту субботу. Тема фотосушки – природа в объективе. А тем временем мы оказываемся в Староскольском художественном музее, где в Ночь музеев презентуют выставку московского художника Александра Волкова. И прямо сейчас сотрудники музея делают свои последние приготовления. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в художественном музее. После завершения презентации в 20 часов вечера состоится концерт живой музыки под открытым небом. К нам в гости едет ведущий преподаватель кафедры оркестровых инструментов Дмитрий Хигай. Дмитрий Хигай является преподавателем Белгородского государственного института культуры и искусств. Ночь музеев не обошла стороной и Губкин. В местном краевическом музее упор сделали на историю города Горняков. В этом году исполняется 80 лет с даты его основания. Губкин курировал работы здесь, в регионе Курской магнитной аномалии. Он возглавлял особую комиссию КМА по исследованию региона. Именно по инициативе Ивана Михайловича Губкина в 1931 году у села Коробково закладывается первая шахта на КМА. И спустя какие-то годы при шахте появляется поселок. Зал с историей города насчитывает около 300 экспонатов. В следующем зале Губкинского краеведческого музея представлен быт крестьян конца 19-го, начала 20-го века. В ночь музеев любой желающий сможет примерить вот такую крестьянскую рубаху и сесть за праздничный стол. После ознакомления с крестьянским бытом углубляемся еще дальше в историю. Подойди к витрине с костями мамонта. Как ты думаешь, где могли размещаться эти кости в скелете животного? Раскрасим. Да где же эти кости мамонта? Так, фрагмент черепа большого оленя, рогатура, череп шерстистого носорога. О, кости мамонта, коренные зубы мамонта. Можно отмечать. Это не просто охота на редкие останки древних животных. Сотрудники музея подготовили квест для посетителей. Задания рассчитаны на детей и взрослых, поэтому лучше проходить его семьями. В ночь музеев по старой традиции посещение всех музеев бесплатное и работать они будут с 12 часов дня и до позднего вечера. Интересных вам приключений. Марк Борисов, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорье. Юля, а вот стало интересно, какие площадки будут работать в этом году впервые? Ну, если говорить о государственных и муниципальных музеях, то они уже давно работают в рамках акции, проводят мероприятия. Пожалуй, интересен тот факт, что в этом году к нам подключились негосударственные организации музейного типа. Вот среди них хочется отдельно выделить музей военной династии Касатонова села Беленихина Прохоровского района и музей имени Василия Яковлевича Горина. Это село Бессоновка Белгородского района. Это музей, один из которых является военно-историческим, другой мемориальный. Достаточно они необычные, но решили проводить эту акцию официально в лучших ее традициях. То есть будут представлены экскурсии по музею обязательно. Военный музей адмиралов Касатоновых представит также фото-выставку необычную. Будут театральные зарисовки, поэтические зарисовки. И приятный сюрприз для посетителей – это чаепитие. Если говорить о мемориальном музее имени Василия Яковлевича Горина, то здесь состоится встреча для жителей и гостей села. В рамках которой будет рассказано о жизни и деятельности прославленного земляка. Это, пожалуй, очень необычно, что у нас появляются новые площадки. Это интересно, хорошо, что мы развиваемся. А для тех, кто не знает, как туда добраться, все могут обратиться к сайту официального управления культуры Белгородской области, в котором находится в данный момент база негосударственных музеев. Там можно подробно узнать, когда ехать и контакты организаторов. Как я поняла, ночь музеев будет не только в городах, но и в селах. Вот у нас, кстати, есть сюжет из села Готовье Красненского района. Давайте посмотрим, что там готовят. Красненский краеведческий музей располагается не в райцентре, а в селе Готовье. Видимо, поэтому все мероприятия, проводимые в музее, носят особый характер. Здесь царит домашняя и уютная атмосфера. Однако, не менее информативная. В этом году здесь выбрали театральную тематику, что логично. 2019-й в России объявлен годом театра. На информационном стенде уже вывесили программу ночи музеев, небольшой анонс и ждут не менее 50 посетителей. Это по самым скромным подсчетам. А вообще, ночь музеев очень популярна в Красненском районе. Для всех гостей подготовили стилизованные билеты на экскурсию-спектакль. Цена билета – аплодисменты. Уже традиционно в ночь музея к нам приезжают жители всех наших сел, особенно из Красного, активные наши посетители. Они же являются и дарителями. Каждый год в ночь музея они привозят, готовят для этой акции специально предметы весь год, собирают. И вот именно в этот день или ночь, вернее, даже правильно сказать, они дарят музею предметы, которые собрали. Информационная часть нашей ночи музея будет, конечно, рассказана о разных жанрах, но основная часть будет посвящена театру балета. Почему? Потому что наша знаменитая землячка родом из Красного – это знаменитая балерина Людмила Ивановна Семеняка, которая была прямой балериной Большого театра больше 25 лет. Ну и традиционный музейный интерактив. В этом году посетителей ждет немало сюрпризов. Вот, например, эти костюмы. Их подготовили, чтобы вместе с гостями поставить небольшой шуточный спектакль. Это будет одеваться вот так на голову, одевается вот-вот, и одевается здесь вот на пальчики. То есть любой зритель сможет попробовать в роли актера. Акция «Ночь музея» проводится у нас уже шестой год. И каждый раз мы в своих мероприятиях используем потенциал наших зрителей. Вот в этом году как раз у нас будет проходить театр «Экспромт». И в завершении вот этого театра у нас будет выбрано тоже зрителями лучшая мужская и лучшая женская роль. И у нас будет награда вот такая вот золотая маска. Задействованы будут и самые маленькие посетители «Ночи музеев». Их попросят разыграть небольшую сценку с помощью перчаточных кукол. Я медведь. Удивительное сочетание юмора и полезная информация, легкое общение, исторические факты. Вот изюминка «Красненской ночи музеев». Приглашаются все желающие. 18 мая, село Готовьё, здание сельской школы. Начало 19.00. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогоря. Татьяна, ну а вот для любителей живописи, что нового в этом году художественный музей «Белгородский» готовит? Художественный музей в этом году тоже взял в качестве темы слово «элемент». Уже сейчас упоминали о том, что к 150-летию таблицы Менделеева, в том числе, посвящена ночь музеев. И поэтому у нас будет две таких сквозных игры. Одна по постоянной экспозиции, другая по выставке, которая сейчас в выставочном зале находится. Одна называется 65-й элемент, и посвящена она 65-летию образования Белгородской области и Году театра. А вторая – элемент арта. Надо будет находить те элементы, из которых в целом складывается искусство, представление об искусстве, знание об искусстве. Это то, что сможет каждый желающий, войдя в музей, подключиться именно к этой работе. Ну и традиционные наши, конечно же, и мастер-классы, и музейные квесты, и мастер-классы рассчитаны на разный возраст, и младший школьный возраст, и взрослые люди могут себя попробовать, и более старшие посетители. Любой может подключиться к этому действию и в нем поучаствовать. И еще я знаю, что входить в художественный музей абсолютно не обязательно будет в этом году, да? То есть художественный музей выходит на улицу. Вот расскажите об этом подробнее. Мы запланировали ряд мероприятий, которые тоже считаем, что они будут такими точками притяжения зрителей, в том числе и для того, чтобы они потом, сначала подтягиваясь к музею, потом и вошли в музей в том числе. На улице у нас запланировано два мероприятия. Это конкурс уличных художников или конкурс спрейт-арта, граффити, по-разному его можно называть. Называется тема конкурса «Сделай жизнь ярче». Под девизом «Молодежь без наркотиков» он проходит. Десять стендов будут предоставлены для тех, кто прошел конкурсный отбор, и они там смогут представить свое видение жизни яркой, интересной, ту жизнь, которую сегодня видит молодежь. И вторая часть на улице – это латино-опен-эйр, студия танца «Данс лайф». Они не просто будут представлять концертную программу, а это активное действие, куда будут вовлекаться все желающие, те, кто с одной стороны сначала были зрителями, а потом смогут познакомиться с элементами танца, вместе с ведущими танцорами этой студии какие-то поисполнить, показать себя, свою возможность. Вот этого, я думаю, точно они ждали от художественного музея. Очень интересно. Да, вот партнеры наши дали нам такую возможность, такое действие устроить под музыку возле музея. Поэтому сначала уличные художники, когда они заканчивают, все это переходит в латино-опен-эйр. Обязательно придем. Юля, ну и подытоживая всю программу, такую интересную, да? Вот давайте определимся. Три самых интересных события, которые будут в ночь музеев. Давайте их назовем. Ну, ограничиться здесь, конечно, очень сложно. У каждого учреждения будет своя увлекательная программа. Ну, естественно, нельзя в этот вечер, в эту ночь не посетить музейную площадь, не только в пространстве музеев, как мы понимаем, уже будет происходить какие-то увлекательные мероприятия и действия. Ну, например, для всех тех, кто не смог 9 мая отведать полевую кухню и попробовать солдатскую кашу, музей Диорама подготовит ее дегустацию. Естественно, не обойдется без парада военной техники в этот день. Ну и, конечно же, будут проходить мастер-классы художников, ремесленников, стеклодовов. Обязательно стоит посетить музей народной культуры в этот день для молодежи. Там будут представлены интересные общественные театральные студии. Это театральная студия «Альтер-эго», молодежный театр «Новая сцена-2». Конечно же, не обойдется и без детских театральных коллективов. Кроме того, конечно же, стоит заглянуть, он тоже недалеко находится, в Белгородский государственный литературный музей. Там не только в этот вечер пройдут молодежные поэтические чтения, на которых каждый сможет представить свои стихотворные произведения. Можно будет унести какое-нибудь издание из книжного развала и что-то найти новое, интересное для себя. И, я думаю, интересно будет побывать на мастер-классе, посвященном изготовлению авторской куклы, которую проведет Наталья Расковалова. Я знаю, что даже если не получится прийти на «Ночь музеев», будет онлайн-трансляция на сайте «Культура.РФ». Так? Да. Государственные музеи будут проводить онлайн-трансляции при поддержке портала «Культура.РФ». И, кроме того, трансляции будут проводиться в социальных сетях. Поэтому каждый сможет познакомиться с нашими мероприятиями и так или иначе их посетить. Спасибо. Итак, напомним еще раз. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет на всех территориях Белгородской области 18 мая. Подробнее о программе можно узнать на сайтах районных управлений культуры и учреждениях, где будут проводиться мероприятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...